Эй, ты понючий русский. Мы здесь все понаехали. А ты почему еще не в Израиле, сынок? Коренные израильтяне впервые пригласили блогеров к себе домой. Такая типичная израильская квартира. Рыбка. Как в Израиле без рыбки? Наши герои были военными, министрами, бизнесменами, но жили словно не свою жизнь. Обучаю обману. Обману? Красивому. В Израиле они нашли себя. А Израиль реально дает человеку возможность поверить в себя. Как живут те, кто добился успеха в стране евреев? Здесь практически нет стеклянного потолка. Так для того, чтобы вы выросли в мир министров-президентов. И что нужно знать, чтобы Израиль принял вас как родного? Это обычный израильский подъезд. И смотрите, что мы здесь видим. Тележечка стоит. Необычный аппарат. Почему? Люди хранят свою тележку и ходят в ней в магазин. А еще вот какие штырьки, чтобы какие-то бандиты не залезли. Ну, в общем, ничего необычного. Как будто бы как в России. Но плиточка красивая. Все это было достаточно чистенько. И сейчас мы идем в гости к одной из девушек, которая сюда переехала. Тук-тук. Передумали. Так, ой, здравствуйте. 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 Я Паша. Мне Ирина. Очень приятно. Очень приятно. Рада вас видеть. Спасибо большое. Так, ну это, надо признаться, это же не ваша квартира. Вы в гости приехали. Да, это у моих друзей. Это ваши друзья. Это мои друзья, тоже художник. Женщина. Да. Ничего себе. Все ее картины вокруг. Тоже? Это вы тоже художник? И я тоже художник. О, ничего себе. Общественный деятель, поэт, художник. Я в детстве говорил, что я буду либо художником, либо пожарником. Ага. Но ни то, ни то не получилось. Так, а кем же я мечтала быть? Да. Ну, наверное, балерина. Да? Давайте попробуем. Просто идеально. Встаем в третью позицию. Да. И начинаем. Так, ну давайте смотри, чем воспользуемся случаем. Раз мы приехали в гости к вашим друзьям, это такая типичная израильская квартира. Мы хотим понять, как здесь люди... Да, очень неплохая квартира. Хорошая, да? Надо сказать, да. Такая мощная. Люди здесь 50 лет живут в этой стране. Да. Здесь он основатель страховой компании, она художник, преподает. Серьезные люди. Понял, хорошо. Давайте сразу, мы где? Это радиостанция. Ого. Что за радиостанция? Как называется? Это самая большая русскоязычная израильская коммерческая радиостанция. Называется она Первая радио. Ого. И мы сейчас разойдем. Хелло. Хелло. Так, расскажите, пожалуйста, что это такое? Вау. Это радиорубка называется, да? Студия. Студия. И вот отсюда идут все эфиры. На самом деле, вы смотрите на вторую радиостанцию. В нашем холдинге есть три радиостанции. Один владелец и три радиостанции. Из них две вещают на иврите, и одна, которой я руковожу, вещает на русском. И вы переехали в Израиль 20 лет назад? 28. Ого. Так вы уже местный почти. Да, безусловно. Ментально я изменился. Да? Конечно. Я думаю, любой изменится за 28 лет. Но вы себя помните тем до 28 лет назад? Ну, в основном по фотографиям. Я почему-то очень все забываю быстро, особенно все, что связано было с Советским Союзом. Я это говорю не с гордостью, но я вот те воинские части, где служил, тех людей, я вспоминаю с трудом. И сегодня я с трудом вспоминаю себя того в 1994-м, когда я репатриировался. Ну, я думаю, достаточно стандартный типаж был, такой советский. Я, во-первых, был в прошлом офицер, поэтому я приехал в человек такой сосредоточный, конкретный, собирался делать какие-то вещи, связанные с профессией, с основной. Прилетев сюда, ну да, я помню, но я сегодня совершенно другой. Мы к этому еще придем. Выгляжу намного лучше. Лучше, чем в 28 лет назад? Да, да, да. И чувствую себя намного лучше. Драйв сумасшедший. Вау. Да. Мы об этом поговорим. Давайте вернемся в момент, когда вы переезжали. Почему вы решили переехать? В принципе, 90-е, Лафа. Кто-то стал мультимиллиардерами? Я не сказал, что Лафа. Во-первых, я жил и работал в Украине. И это был не самый центральный город. Я был военным человеком, я был офицером. И как раз это был перелом в 93-94 год, когда я собирался принять решение или увольняться из армии, заняться коммерцией, потому что у меня было несколько предложений, скажем так, на гражданку. Или же каким-то образом менять судьбу. И ключевым моментом послужила встреча с людьми, приехавшими из Израиля в гости тогда. Это были друзья моих родителей, пожилые люди. Он был вообще ветераном Великой Отечественной войны. И меня попросили их увидеть, мои родители, и передать им подарок. И вот в момент встречи они произнесли фразу, которая, в принципе, стала ключевой, и которая стала триггером и запустила весь этот процесс репатриации. Они меня спросили, а ты почему еще не в Израиле, сынок? И я, выйдя после этой встречи, идя по улице своего города, думал, действительно, а почему еще не в Израиле? Почему я никогда не об этом не думал? И я пришел и сказал жене, что, знаешь, надо, наверное, собираться. Это был декабрь 93-го. И в октябре 94-го мы уже стали гражданами Израиля. Ну давайте так, микроэкскурсия. Давайте. Вот это что такое? Вот это открытая кухня. Это кухня-столовая. Кухня-столовая. И такой бар. Это что за еда такая? А это мы вас ждем так. Это вот фушек небольшой. А, это что, пожрать можно будет мне? И не только вам. Да нет, оператор будет снимать, мне одному хватит. Да? Конечно, пусть снимают, нечего им. Снимаем его с работы, в смысле. Да-да-да. Там как раз я голодный. Так, супер. Значит, что, вот это гостиная? Это гостиная, да, это салон. Ну обязательно в еврейской семье, если нет пианино? Ну конечно, если 50 лет. Да, если ты не со скрипкой и не генепол. А вы умеете играть? Да. А так, все, пойдемте, показывайте. Начинаю. Я вам тоже говорю, что умею. А кроме собачьего вальса, знаете, ничего особо не умею. Так, ух ты. Ух ты, я сама здесь первый раз. И вы сами-то сколько в Израиле? Я почти 17 лет. Ого, такое уже местное почти, да? Ну конечно. И откуда вы переехали? Из Таганрога, а большую часть жизни жила в Саратове. А, Саратов, это наш любимый город. Это моя вещь. Да. В смысле, это вы придумали? Я же могу и врать еще. Расстроена. Да? Достаточно расстроена. Классно. Да. Ну ничего, у меня ухо такое деревянное, что я не понял, что она расстроена. Красиво звучит и все. Звучит красиво. Красота. Вы переехали в Израиль? Да. 17 лет назад? 17 лет назад, почти 17 лет. Вся семья жила в Саратове. И переехали сюда, сразу в Эллад. Из-за того, что у меня астма была. И у меня вариантов не было никаких. И шансов выжить никаких. То есть, мне давали год. А я уже 17 лет, и называется, не дождетесь. То есть, из-за здоровья, что в Саратове так плохая колония? Нет, астматику, да, тяжело было. Ничего себе. Расскажите, чем вы в Саратове занимались? Какие там... Ну, в общем-то, у меня два высших образования. Физик и инженер-экономист. И росла от простого инженера. И поднялась до коммерческого директора финансово-промышленной корпорации области. Это уровень министра экономики. И тяжелые 90-е годы прошла. Достойно прошла. Что там самое страшное с вами случалось? Самое страшное? Наверное, это разборки. Когда надо было быть, ну, как третейский судья, в общем-то, решать очень большие проблемы. Потому что власть была настолько слабая, и бизнесменам некому было даже помочь. Решить проблемы какие-то, вот, неурядицы. Мне доверяли такие вещи. То есть бандиты 90-х приходили к вам? И чеченская бригада приезжала, да. И когда вот все закончилось, я помню, когда мне нанимали частный самолет, и я на Северный Кавказ ехала, и меня эта бригада встречала. И впервые у них такой случай был, когда женщина не просто выиграла, но очень достойна. Интересно. А вот эти люди, с которыми вы встретились, они как-то отличались тогда от тех, с кем вы в основном соприкасались на Украине? Они отличались только рассказами о том, как они хорошо живут. И это завораживало, если сравнить с теми условиями, которые были в Украине. То есть они рассказали, что они приехали и по скидке купили автомобиль новый. Тогда это я не помню. Кажется, у них был то ли Дайхатсу, то ли что-то. Это меня произвело впечатление на человека, который ездил на Москвиче, там, 20-40 в то время. Вот. Потом они рассказали, что он получает каждый месяц, и как пенсионер, и как ветеран, сумму порядка, там, около тысячи долларов, что-то такое. Это сбивало с ног просто невероятно. Казалось бы, у них жизнь закончена, зачем им платить деньги, там. И вдруг вот такое отношение к пожилым людям. И еще много вещей они рассказывали. Конечно, это был рассказ, в том числе людей, которые еще там тоже не притерлись. И, скажем так, и не хотели, наверное, выдавать какие-то минусы, которые существуют в любой стране. Но все это закрутило. То есть, если говорить о духе сионизма, скажем так, о еврейской сущности, то он был не на первом месте. То есть, мой папа говорил на идыш. И на один из главных праздников в Песах он приносил мацу. И я до сегодняшнего дня не знаю, откуда он ее приносил. Но я с папой в синагогу в Мариуполе не ходил. То есть, я даже не знал, где она находится. Потом уже, когда вырос, я ради интересов все это узнал. Поэтому они не отличались, если отвечать на ваш вопрос. Они были похожи на нас, но от них веяло за границей. От них веяло с западом, скажем так. Даже не Ближним Востоком, а с западом. Ведь вы понимаете, что я рос в Советском Союзе. Это был железный занавес. То есть, я, скажем так, где-то, ну, скажем так, до возраста 20 лет, да, я вообще не понимал, как из Советского Союза выезжают люди за границу. То есть, я, чисто логистика, я не понимал, что нужно сделать физически, чтобы выехать. То есть, первый раз, когда я столкнулся с поездкой как бы за границу, это была поездка в Кронштадт. Потому что моя мама из Кронштадта, а в Кронштадт раньше, для того, чтобы приехать, вы должны были пойти в АВИР и получить визу. И вам ставили в паспорт эту визу. И приезжая на этом кораблике, раньше же не было этой моста, этой дамбы там, приезжая на кораблике из Ленинграда, тогда он так назывался, в Кронштадт. Вы должны были подойти к будочкам, где стояли моряки, и они проверяли паспорт и эту визу. То есть, вы как бы уезжали. Это была на самом деле военная база, поэтому был такой порядок. Больше я не знал, как ездить за границу. Поэтому от них такой волной запад на меня повеяло. И я подумал, вот путь, может быть, к светлому будущему, к тому окну, которое в свое время Петр Первый вроде бы вырубил для нас. То есть, что, должна быть большая гостиная, я так понял, да, у евреев? Конечно. Если в Израиле нет большой гостиной? Конечно, потому что приходят гости, и вы должны стол накрыть, потому что здесь очень щедрый народ. Вот когда сюда приезжаешь, вот первое, с чем ты сталкиваешься, товарищ, работа. Это два слова, которые мой сосед знал. Больше ни одного слова. Его месячного перевезли из Украины, и больше он не знал. Но он так доброжелательный. Он, пилу надо у нас, засохшее дерево, на тебе пилу. Вот. И так потихоньку приходил. Кофе обязательно принесет, колу. Ну, в общем, конечно, мы их на новоселье. Так как, коммуналочка большая, да? Да. Да, вот буквально так, да. Класс. То есть, очень доброжелательный народ. Ну, и там, в общем, второй этаж, там, я так понимаю, спальня, да, люди спальня. Так, ну, давайте, еще балкончик я смотрю, такой мощный. Ну, да. Это даже не балкончик, а верандище. Это мой сын и невестка, Михаэл, Анна. А, здравствуйте. А так вы тоже тут не живете? Нет, они меня привезли. А где люди, которые здесь живут, я не пойму? Они наверху. А, вы их прогнали. Вот, понимаете, вот коммуналочка, понимаете. Приехали друзья, но сей родней, значит, а хозяев квартиру отторжали. На коврике, да. Где спят? На коврике. Ну, давайте выйти хочется сюда посмотреть. Пойдемте. Да, ведь это серьезный. Подождите, я еще раз не пойму. Вы просто, потому что, ну, вы сами далеко живете, в другом конце. Мы туда бы не успели доехать. А я вас ждала. То вы специально договорились с людьми. И они просто так дали квартиру? Да. Что-то я не припомню такого. В Саратове так делают люди? Тоже не припомню. Ни разу не. Ну, вот решение переехать, оно для вас было сложным? Нет, сложного не было, потому что меня поддержала жена. Да, меня поддержала мама практически сразу. То есть, у нас не было ни конфликта, ни долгих обсуждений. Более того, мы пошли в библиотеку местную, нашли, тогда же не было интернета, нашли атлас мира. И на атласе мира нашли точку, которая была, если не ошибаюсь, помечена под номером 13. Вот, это был Израиль. Вот, и мы на эту точку посмотрели. Вот, в принципе, это все, что я знал. Ну, еще я знал, как бывший офицер советской армии, что Израиль это агрессор, захватчик, оккупант. Вот, что меня не пугало, на самом деле. Вот, и здесь потом я узнал эту историю. Окупировал палестинские земли. И такая была пропаганда в Советском Союзе? Да, ну, вообще, как бы, когда советский офицер готовился, он однозначно знал, что на Ближнем Востоке есть наши друзья, например, Египет, наши отличные друзья Сирия, и наш враг Израиль, который является агрессором. И это было в головах, в том числе, и у граждан, не только у военных людей, безусловно. Но, может быть, это в том числе и подогревало интересы, и давало силы для того, чтобы познать что-то новое. Давайте про Израиль поговорим. Что это за страна? Как здесь живется? Какие здесь есть плюсы, минусы? Вот, когда мы там жили, то есть, слово «Израиль», это вот, я помню, мой друг, значит, рассказывал, седьмой класс, учат английский, и ему надо перевести «Таймс», что ли, вот газету. Там написано было, «Израильские и кто? Ястребы». Он говорит, «Да есть же еще сокол перевод, и израильские сокол». А было принято, что обязательно израильские ястребы. Так вот, переехав здесь в Израиль, совершенно мировоззрение меняется. Ты сюда приезжаешь, ты не знаешь языка, ты не знаешь менталитета. Мы здесь все понаехали. Страна мало имеет людей, которые здесь жили. И Тель-Авив, это был русский город в 19 веке. И закон всегда пелен, у самовара «Я и моя Маша». Занавесочки русские были, самовары были. Вот у моего соседа, который вот в Элете, его месячного привезли сюда, вот в Израиле. Родители с Украины репатриировались. И самовары, естественно, вот он уже умер, но самовары в доме есть. То есть это вот еще в память о предках. Тем более, мне был 31 год, жене было 28 лет. То есть мы были достаточно молодые люди. Ну, уже все равно, не школьники. Ну да, не школьники. Не студенты. То есть уже у вас что-то вы сделали, уже какая-то профессия там была. Да, да, да. Что-то нажитое. И дочери было уже 7 лет, как ни крути, да. Но это все было интересно. И в принципе, как раз это попало вот на эту мясорубку, о которой мои мысли крутились, и я пытался понять, что делать дальше. То есть или становиться, как мне предложили директором там магазина коммерческого одного там. Я подумал об этом, потому что я мыслил не вселенскими масштабами, а вот непосредственно узкими местными, локальными. Слово местное опять появилось. Почему же вы тогда... Вам предлагают хорошую карьеру, хорошую должность, перспективную компанию. Вы едете туда, где вы даже никогда не были. Потому что тогда даже туризма не существовало. Это, знаете, это примерно, когда вы приходите, допустим, там, условно говоря, в Луна-парк, приходите в какой-то иммагинариум, там, в комнату страха. И вдруг вы ходите, там, всякие чудовища, да, вы пугаетесь, но держитесь. И вдруг какая-то стенка этого шоу падает. Бах! И вы видите дальше такой-то проспект, улицы, люди ходят. И вы думаете, бог мой, а что это там? И покидаете это помещение. Здесь примерно то же самое. Лопнул воздушный шарик, внутри которого мы жили. Что это такое у вас? Ну, это же невозможно без подарков приехать. Так. Так, мне нравится. Это первый подарок у нас. Я всегда смотрел на Якубовича и завидовал. Это у нас даме первый подарок. Дашенька, это вам. Так, я не понял, что это подмазалось? Да. Да. Да, вам. Ну, спасибо. Так, а что это такое? Ну, это косметика на творчестве. Ничего себе. Чем вас удивляет? Это мазаться или что это делать? Ну, да. Ну, и пахнет хорошо. Так, ну-ка. Я чувствую, что меня не достанется. Я думаю, что это косметика с нашего мертвого моря, которую покупает весь, весь мир. До такой степени, что если нам надо, это еще нам не хватает. Отлично. Крестная мама российской мафии. Ну, что вы. Я порядочный человек, интеллигентный. Из очень интеллигентной дворянской семьи. У меня с двух сторон родственники. С одной, с папиной стороны это Марк Шагал, а с маминой стороны это дворяне, которые практически все погибли в революцию. И когда Марк Шагал получил гражданство французское, мы его деда взяли и расстреляли. И я была, родилась у сына врага народа. И дедушку, разведчика, знаменитого разведчика, тоже из органов попросили. То есть письмо реабилитационное, посмертное мы получили гораздо позже, уже здесь, в Израиле, в Илладе, получили письмо. И, конечно, имя Марка Шагала было просто табу, хотя у меня папа тоже Марк, его честь был назван. Для тех, кто, может быть, еще совсем молодые люди или не очень в школе хорошо учили, кто такой Марк Шагала, расскажите. Ну, еврейский художник, наверное, номер один в мире. Вот. Своя, в общем-то, у него школа, то есть это ванградист. Ну, я иду совершенно другим путем. Я в 58 лет начала писать. Вот здесь, в Израиле, какие-то крылья появляются. Я начала сначала писать стихи, потом сказки. Вот. Потом статьи. Вспомнила свою профессию, стала статьи аналитические писать, популярные статьи писать. А потом стала писать картины. Я никогда в жизни не держала кисточку в руках. Я три часа сидела с этой кисточкой и думала, господи, и как этот мазок первый делать? Вот. Почему-то они в меня поверили. И сейчас я почетный член Творческого союза России. Медаль мне вручили за заслуги, да, за вклад в культуру России. Мне сразу что интересно. Я, как вы видите, про это, не очень у меня дикция, да, не так, как у вас. Какие я должен сделать упражнения, чтобы наш разговор был более грамотный с моей стороны? Учитывая то, что он будет непродолжительным, вы должны взять карандаш в рот, сжать зубами и все, что вы хотите мне сказать, сначала произнести или с вилки, да. Например, вот придумать предложение и потом, когда вы уберете вилку, почувствуйте, как легко и четко выговаривается каждая буква. Ну, с придуманием предложения я уже посыпался, понимаете? Посыпался придумать предложение. Вот так скажешь, сейчас вытащить вилку, да. Посыпался придумать предложение? Прекрасно. Ой, как хорошо, сразу дикция прекрасная. Так все, меня на радио возьмете? Нет. Вот, но я все равно понимал, что вряд ли они меня выпустят, но надо было пытаться. И я пошел и подал документы в АВИР. Паспортные, да. И там, как и везде в Советском Союзе работали связи. Начальник АВИРа был мой знакомый, потому что я ему там какие-то запчасти, масло там давал. Я был офицером-автомобилистом. Вот. И он мне сказал, ты знаешь, я тебе скажу по секрету, что согласно закону ты имеешь право оформляться в Израиль, еще будучи на действительной службе в армии. Ты только должен нам принести рапорт, подписанный командиром части, о том, что он не против. В общем, мое увольнение закончилось тем, что я, это я впервые сегодня рассказываю на камеру, отвез помощнику начальника автослужбы армии несколько мешков картошки, несколько бочек бензина, правда, не с 3-го, 76-го, вот, ящик слив, что-то еще было такое. Где вы туда остались? Нет, но это я все совершенно доставал легко, потому что я был начальником автослужбы, и вся область, где я находился, наш аэродром, то есть все эти села, это все были знакомые люди. То есть мне нужно было просто вот приехать, сказать, будь ласка, приготовьте мне там картошечки, сливы, яблочки, лучок, и это все делалось, да. Но так это работало. Это Советский Союз, так это работало. Это называлось таким словом блат, которое сейчас, может быть, не популярно. Вам нужно было привезти начальнику вот эти все мешки продуктов. Да. И он просто стер, вот эту, которой галочки не было, не стало. И мы уже 18 октября этого же года, 94-го, улетели сюда. Вот так прошел процесс принятия решения и отъезда. Мне кажется, у нас постепенно программа превращается в пока все дома. Котлеты пожарские. Вот такой вот новый рецепт. Думаю, ну что-то надо удивить вас. Ну, понятно, нарезка нет, это обычные котлеты. Футблок, футблок у нас. Это вот пирог у нас, заливные пироги с курицей, с яйцом. Конечно же, салаты, рыбка, как в Израиле без рыбки. А вот это, это моя сваха пирожки. Сделала специально для вас. Так, вопрос, смотрите. Вы здесь живете? Да. Какого хрена вы чужих людей? Ну, это же не родственники ваши? Это моя подруга. О, подругу свою. Пускайте, чтобы они тут, извините, устраивали хоровод. Камеры приехали какие-то? Во-первых, я ее люблю. Раз. Во-вторых, вы, я поняла, не хотели ехать к ней. Ну, может, не успевали в другу конец. Значит, едут все ко мне. Мы немножко другие. Я говорю по-русски, но я выросла здесь. Тут особо не спрашивают. Тут подходят, делают себе как в кафе, как в ресторане. Лежат фрукты на столе, значит, они лежат для того, чтобы их кушали. А если я не говорю, ой, кушайте фрукты, это глупо даже сказать, потому что понятно, что кушайте фрукты, иначе зачем я их положила? Но это особенность вашего поколения, или это все из рецептики? Это особенность страны. Это мы научились тут. Потому что, когда мы приехали, я увидела на столе апельсины, и хозяйка вышла, и она нам ничего не сказала. Мы стали эти апельсины быстро чистить и шкурки по карманам прятать. Вот так вот. Зачем? Как? Чтобы она не видела, что мы пожрали эти апельсины. И когда она зашла, видно, запах от этих шкурок стоял. А мы так с папой сидели. Нас в то время принимал президент Хайфского техниона. Это высший технический вуз. И мы так сидели, невинно такое. Мы вообще тут сидим, ждем. Так что это нет, это принято. Это вот так. Фрукты, бананы, но мы не предлагаем. Это надо кушать. И при этом вы, поскольку тогда не было туризма, вы никогда не были в Израиле. Да, никогда. И фактически с концами, из того места, где все-таки есть карьера, какие-то возможности, переезжать в новую страну. Да. Какие были первые впечатления? Стресс и легкая, скажем так, двухнедельная депрессия. И причем, я как человек творческий, я депрессировал, а, от отсутствия архитектуры, к которой привык. То есть от того, что, например, вот элементарные вещи, но они на меня влияли. Например, в Израиле ты входишь в дом, а у тебя нет прихожего, у тебя сразу начинается большой зал. То есть ты как бы здесь сразу. И это как бы сегодня смешно и мне самому говорить, но тогда это на меня произвело впечатление. Я думаю, ну что же это такие коробки, что же это прямоугольные стены, где же эти черепицы, где же эти вот завитушки такие. Хотя потом я узнал, что есть замечательный стиль, например, баухаус в Тель-Авиве. Я хожу, там есть различные направления архитектурные. Но это первое. Потом вещи, которые как бы были еще непонятны, то есть мы не знали, как будет реализоваться жизнь дальше, чем заниматься. Это, безусловно, вкладывало, скажем так, чувство не то, что неопределенности, а даже неуверенности. И я как бы чувствовал супердискомфорт в жизни. 31 год мне, я офицер армии, то есть взрослый мужчина, и я не привык быть неуверенным в жизни. Да, у меня ребенок, и я не понимал, то есть с чего начинать. Мне сказали, есть классная работа в гараже, механиком. Я подумал, ну надо с чего-то начинать. И я приехал в гараж, как сейчас помню, шел дождь. Это город Ашкелон был. Это гараж такой частный, грязный, с огромным количеством брошенных на полу запчастей, пролитым маслом всем этим. По тем временам мне предложили 1500 шекелей, кажется, в месяц. Это был 1994 год, октябрь, да. И я буду ремонтировать эти машины, это все. И я подумал, нет. Мне очень жалко моих 15 лет. 10 лет образования, 5 лет образования в военном училище, плюс 14 лет в Советской армии. Я не хочу просто так вот подлезать под эту Субару. И я сказал, нет. Но вот еще до начала съемок я вам сказал, что в Израиле всегда появляется его величество случаев. Он появляется у каждого в жизни, у кого-то укорачивает очередь к получению заграничного паспорта, так называемого, Даркона, а у кого-то меняет судьбу и разворачивает ее на 180. Вот у меня это произошло в первый же день. В первый же день пребывания в Израиле. То есть в час ночи прилетев, уже в 9 утра мы вышли в городок, в который приехали, для того, чтобы посмотреться и пройтись. и зашли в один магазин. И это был мебельный магазин. Мы посмотрели на все, вышли, мы не собирались еще покупать мебель, вышли, а продавец вдогонку спросил, а, моя жена задержалась, он спросил, а чем занимается ваш муж? Он сказал, он, ну вот, как бывший военный, но вообще он музыкант. Он говорит, да, музыкант, а я работаю в ресторане. И как бы мы тут же, я вернулся, познакомились, он поставил мне записи, где он поет, что на меня произвело впечатление. И это очень сильно повлияло на ход моих мыслей. Я подумал, что, может быть, мне надо использовать творческую составляющую для того, чтобы зарабатывать деньги. У меня совершенно свой стиль, называется символический реализм. Вот это вот мне очень нравится, симпатично выглядит. Посмотрите, это то ли город, то ли регата. С таким философским смыслом. Вот у меня есть, песня «Танго». И вот к этой песне как раз и картина. Это не связано ни с какой политикой. Вот у меня совершенно политичный, но с глубоким философским смыслом. Как для необразованного. Вот смотрите. Если я смотрю картину, я должен понимать, какой смысл вкладывает в неё художник? Или нет? Ну, как говорил Марк Шагал, если я буду вам объяснять искусство, это уже не становится искусством. Да. Это с одной стороны. С другой стороны, вот про меня очень много интересных высокого уровня искусствоведов говорят так. Посмотрите, подойдите к её картине и всё суетное отбросьте. Стойте, медитируйте перед ней. Я пишу пальцами. У меня очень высокая энергетика. Это я, значит, когда на первом курсе университета училась, мы не знали слова «аура» тогда, но мы знали, что есть какое-то поле, вот биополе. И пришёл преподаватель, и мы измерили всем курсом себе. И у всех, ну, плюс-минус 20 сантиметров, оказывается. У меня тоже, как у всех нормальных людей, кроме левой руки. Рука левая, метр двадцать. И там у 150 свидетелей есть. Так, а как это померить-то? Всё, мне сразу интересно. Вот очень интересно. Вы знаете, как это померить? Ну, просто прибор берёте. А где у нас? У нас с оптиком был в Саратовском университете, как минимум. Всё, поехал в Саратов. Тогда я, как человек из бизнеса, не могу не спросить, сколько стоит? Дорого. Если я буду дёшево продавать, ни один аукционный дом меня даже всерьёз не будет воспринимать. Ну, сколько? Например, вот эта картина сколько стоит? Пятнадцать. Чего? Тысяча евро. Пятнадцать тысяч евро стоит эта картина? Да. Ну, вам, конечно же. Класс. А вот эта? Ну, вот они все. Они все примерно сколько стоят, да? Да, вот эти стоят, да. Те дороже. Так я должен аккуратнее тогда их держать. Да, те дороже. Те дороже? Те дороже. А вот эти большие почёлки? Вот они летят в Катар. Так. Борис, подойди, пожалуйста, ко мне. Давай, 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 давай. Смотрите. Чтобы вы знали, как выглядят еврейские миллиардеры. Скромный. Он отказывается дать мне интервью. Но дело в том, что если бы не он, то выпуска про Израиль не произошло бы. Потому что вот это его компания, Градиент. И он, когда узнал, что мы едем, решил нас поддержать, помог нам с гостиницей, оплатил её за хреновую тучу денег. Поэтому операторам и мне есть, где здесь спать и жить. И это помогает нам существенно сократить расходы на этот выпуск, а значит сделать его реальным. Потому что каждый выпуск — это хреновая туча денег. Самолёты, перелёты, операторы, монтажёры, режиссёры — всё это нужно, чтобы был крутой контент. И вот такие люди поддерживают нас и помогают. Борис — это крутая компания, и они занимаются мобильным трафиком. Если вдруг вам это нужно, интересно, у вас есть приложение, вы хотите трафик продвинуть его, получить лиды, заявки, то вот посмотрите на эту компанию. Я ссылочку оставлю. Зайдите, изучите. Это не реклама, он мне не платит. Но он сделал всё, чтобы этот выпуск произошёл. Спасибо ему большое. Спасибо вам, ребят. Спасибо вам. Смотри, так скромные миллиардеры выглядят в Израиле. Реально так. Отсоединяем он кучу денег. Понимаете? Кучу. А ходят в обычных джинсиках. Ну, такие здесь скромные люди. Что поделать? Я вам скажу так. Мне очень сильно помогла моя офицерская школа. Вот меня воспитали человеком, у которого должен быть внутри стержень, и который должен, поставив задачу, её выполнять. Моя задача была обустроиться в Израиле, обеспечить семью и дать возможность дочери получить образование и, в принципе, улучшить свои жизненные условия. Поэтому я не собирался сдаваться. Поэтому я уходил с работ, когда я понимал, что это мне не нужно, не интересно. Но я обязательно должен отметить совершенно мощную поддержку моей супруги. Мы с ней знакомы со школы. Я был в третьем классе, она в первом. У нас всё началось тогда. Да, и она поддерживала меня во всех моих начинаниях. В том числе, когда с точки зрения финансов и становления на ноги в Израиле было очень тяжело. У нас был период, когда банкомат съел все карточки. У нас тогда ещё не было мебели. Это был первый год только. Мы сидели на матрасе, который лежал вместо кровати на полу, и не знали, за что купить хлеб. Да. Что вы в тот день чувствовали? Отчаяние, безусловно. И я лихорадочно думал, что я должен сделать, чтобы выйти. То есть, куда я должен пойти. И я скажу так, что мне очень сильно помог человек, с которым я к тому моменту был знаком очень шапочно. Его зовут Йони Шахом. Он живёт в Кибуце. У него своя студия звукозаписи. Это человек, который, в принципе, может быть, даже заставил меня и думать по-другому в тот момент. То есть, я быстро скажу. Значит, меня познакомили с ним. У него своя студия в Кибуце. И сказали, что вот есть парень, он музыкант. Он приехал из Украины. И он ко мне отнёсся с любопытством. Примерно, наверное, как бы привели такое, допустим, сказали, вот эта волосатая женщина. Вот он раньше работал в цирке. А сейчас она пришла к вам познакомиться. Он сказал, ну-ка, давай там что-то там покажешь. А я к тому моменту и вообще не представлял, что такое программы, в которых делают музыку. Что такое 5 мегабайт оперативной памяти. Это было невероятно. Я нажимал на кнопку в его студии. Менялся экран. У меня был шок и спаррин. Холодный, боже мой, как это всё вернуть. Я не знал. Там какие-то сэмплы появились. Там какие-то программы, которые считывали звуки. И он буквально через полчаса разговоров дал мне ключ от студии. Сказал, делай то, что хочешь. И ушёл. И вот я первые полгода делал свой альбом в этой студии по ночам. И вот когда у меня это случилось, я приехал в студию расстроенный. Он мне говорит, Влади, что случилось? Я говорю, у меня нет денег купить хлеб. У меня карточку съела. Он говорит, почему? Я говорю, ну вот так и так. Вот как бы не хватает там денег. Он говорит, садись в машину. Мы поехали в машину. В смысле с ним поехали. Приезжаем в банк. В бой. Он заходит к заведующему банком, ногой открывает дверь. А он такой маленький, невысокий. И говорит ему. Причём не говорит, а кричит. Если у меня в вашем банке здесь лежит 100 тысяч долларов, вы можете меня целовать в задницу? Это можно говорить, да? Конечно. А если у него нет денег, вы всё решили его сожрать? Он должен голодать? Такое не может быть в Израиле. Евреи должны помогать евреям. И всё случилось. Они открыли меня, они сделали мне больший минус, дали новую карточку. И с этого момента всё сдвинулось. Что здесь больше минус? Это кредитные деньги? Да, здесь возможно, в отличном порядке от Соединённых Штатов Америки, здесь возможно иметь минус, в минус брать деньги. И в какой-то момент, там, лет 20 назад у меня был разрешённый минус 20 тысяч, я мог сдвинуться. То есть я должен был... Да-да-да. Слава богу, я с этим закончил. Но до сегодняшнего дня очень многие люди... Ну, не многие, я не могу сказать многие, но определённая часть людей живёт в минус. Да, в Америке этого нет. То есть овердрафт такой. Вот. И банк пошёл... Я даже не представлял, что с банком так можно разговаривать, что можно там требовать с банком, что можно с ними торговаться за проценты, за карты. А это всё можно делать. Вот. Сейчас я уже израильтянин. Почему я сказал, что я изменился? Ведь я даже где-то иногда руками разговариваю, как восточные люди. Всё это изменилось тогда. И я подумал, вот, оказывается, как надо. И пошло. И тут же буквально через несколько дней ещё одно везение. Раздался звонок. Позвонила певица. К сожалению, её уже нет в живых. И сказала, я видел тебя на одной из свадеб вот с тем парнем из Узбекистана. Ты не хочешь попробовать себя в ресторане? Я сказал, да, конечно, я хочу. Тебе надо приехать попробоваться. Я взял свой единственный костюм, который у меня был тогда, тёмно-синий. Приехал. Это был шаббат в субботу с двух до шести. И мне сказали, ну вот, поднимайся на сцену и покажи, что ты можешь. И я в этом ресторане сделал возможное и невозможное. То есть начиная от кульбитов, сальто-мортали, заканчивая моими не самыми лучшими вокальными данными. Но в любом случае меня приняли. Это был январь 1997 года. С этого момента я стал работать в ресторанах уже по полной, как бы как солист. Но я всё это говорю к тому, что я не сдавался. То есть тот, кто собирается приехать в Израиль или в любую другую страну, я считаю, он изначально должен отдавать отчёт, и что он собирается делать, что он хочет от этой страны. Потому что если просто приехать, вот я приехал, берите меня, возьмите, то ничего не случится. Так, всё, я должен начать. Давайте вот с этого пирожка, да? Можно с этого. Вот всё. Просто операторы тоже голодные, я хочу, чтобы они пострадали побольше. А запах? Запах уже распространяется. Домашние пирожки. Только я хотел на диету сесть. Ну да, с нами сядешь. Ммм, как хорошо. Мама не делает пирожки. Ну вообще-то я 35-летний мальчик, уже самостоятельно живу. Нет. Сколько тебе? 17 лет, между прочим. Я не поняла, сколько тебе самостоятельному мальчику? 35. 35. И ты всегда мамин будешь, должен быть. Сладенький. Да, сладенький. Ну мама же, для мамы-то ты сыночка. Ну когда приезжаю, конечно, я объедаю всё, что можно. Это не сын. А мама не живёт в Москве? Она сейчас в Израиль, как раз, переехала. А? В Израиль переехала. В Израиль поехала. А ребёнок там, видите ли, брошенный? Ну по дубаям своим, да, шляется. А ребёнок брошенный. А ребёнок без пирожков. Не еврейская мама как тёща. Всё тоже самостоятельные мы. О-о-о-о, как всё заброшено. Живи императраторами. Так мои даже не знают, в каком районе живут. У нас нет, у меня, например, надо всё сделать и развести. Ну, боюсь, по разным странам моей маме будет сложновато развозить. Но она всегда ждёт, когда я приеду, и обкормит меня. Весь мир мы кормим. Когда у меня подружка звонит из Саратова и говорит, посмотрела на карту, в вашей стране-то не видно. У вас же там только цифра стоит. Вы, наверное, из Египта всё покупаете, а нам перепродаёте. Потому что я была, когда в России навещала друзей, то я увидела очень много товаров, ну, и фрукты, и овощи, конечно, израильские. А в советское время, когда было написано на апельсинах Марокко, это были израильские апельсины. 10% Марокко получала за то, что наклейку ставили. И в Хайковском порту сидели, и специально люди наклеивали вот эти вот этикетки. Почему? Ну, потому что нельзя было. В советское время это проарабская была политика. Это ж ястребы были израильские. Поэтому, ну, никак. У соколов покупать нельзя было продукцию. Поэтому покупали в Израиле, но переклеивали этикетки. Чем отличаются люди, которые живут здесь, от людей, которые живут в России? Или в других странах Асанга? Доброжелательностью, пожалуй. Вот, понимаете, когда здесь ситуация очень такая становится напряженная, ну, не дай бог война, не дай бог ракеты, то народ становится сплоченным. А так это демократия, страна демократичная, со своими, ну, и плюсами, и минусами. Что это значит, когда говорит слово «страна демократичная»? В России тоже демократия. Ну, конечно, но здесь выборы идут. Это такие местные битвы, и мы вот за своего кандидата бьемся, вот соседи за соседей вот-вот бьются. Поэтому здесь это действительно выбор. Это настоящий выбор. Вы сказали доброжелательное. А в чем это проявляется? В чем, как вы говорите, люди из России менее доброжелательные, здесь более? Значит, моему мужу становится плохо. Вот простой пример. И он выходит из машины, и мы все вот высыпаем из машины, и возле него вот-вот... Чем помочь? Плохо. Останавливается машина. Вот самая последняя спортивная марка BMW. Выходит мужчина, молодой парень, и говорит, тебе плохо? Пока он не услышал, что он не нуждается в помощи, он не уехал. Я тебя отвезу в больницу. Не важно, что он может машину испачкать. Вот грубо. Понимаете, как вот? То есть в таких вот мелочах чувствуется... Вот мгновенно все помогают. В автобусе еду, междугородний, нету места. Еду со своей свахой, пожилая дама. И нам уступает сразу место. То есть... А место у нас, у нас не куплено сидячие места. Я говорю, давай мы сейчас здесь сядем, вот прямо на ступеньки. Она говорит, Марковна, ты так здесь изменилась. Неужели ты? Ты такой была большой руководителем. И ты сядешь на ступеньки, я сяду. Я думаю, что сегодня, прожив уже вот 3 или 4 года здесь, в Израиле, она тоже сядет на ступеньки и будет всем предлагать. То есть если нет места, сядем здесь на ступенечки. Скромность такая? Вот простота. То есть в проходах лежат солдаты, у них автоматы лежат. Или по набережной идет девочка, она обязана свой автомат, если ее отпустили на субботу-воскресенье. Ну, здесь нет воскресенья, здесь одна суббота. Вот на шаббат отпустили из армии, то она автомат должна... Она идет с молодым человеком, он не имеет права взять ее автомат в руки. То есть, ну, тут свои такие заморочки. Здесь, знаете, вот я понял главное, что в жизни удовольствие нужно получать от вещей, которые тебя окружают, не от накопления денег, не от покупки машины престижной марки, которую ты потом всем будешь показывать. Вот видите, машины или там часы. Здесь очень богатые люди живут так же, как и люди, которые не имеют большого достатка. То есть внешне, то есть условно говоря, да, они могут себе позволить, но это на меня произвело впечатление, я подумал, а ведь действительно, намного интереснее там просто хорошо, вкусно пойти с друзьями посидеть покушать или полететь там в любой момент погулять там в Европу и вернуться или отдохнуть, подсгорать на пляже. А самый главный эффект или там в хорошем смысле этого слова, который на меня произвел, это объединение людей в момент беды. В Израиле это... Я никогда такого не встречал. Когда начинается там какая-то военная антитеррористическая операция или даже война, страна превращается в одну семью. Вот не случайно Дина Рубина писала о том, что Израиль это одна большая такая коммунальная квартира, поэтому здесь можно встретить людей, которые идут на улице в пижаме или в тапочках, или в майке какой-то такой нестиранной, которую бросили в стиралку, вытащили, она высохла, надели и пошли, даже не гладив. Это как большая коммунальная квартира. И когда вдруг приходит беда, вы уже не видите того, что там кто-то может выбросить мусор или кто-то может, тебе сказать, возвращать свою Россию, вдруг все начинают помогать друг другу, причем не зная тебя. Живя на севере, говорят, вас там на юге обстреливают, едьте все к нам, переезжайте, селитесь у нас, неважно, пока там не приходят стрелять. Мы не знаем, кто, ну приезжайте, мы вас и накормим, мы вас защитим. Или наоборот, на севере упали ракеты, приезжайте быстро на юг там. И ты, я не знаю, вы встречались, но когда в Израиле, например, ты спрашиваешь какую-то помощь, нет таких людей, которые скажут, пройдут мимо, там, отвернутся? Нет, не спрашиваю. Остановятся, не будут понимать, будут подсказывать, будут рассказывать и так далее, и так далее. Даже наоборот проактивно. Я сегодня гулял, мы к одному герою ехали, и просто мы искали, не могли найти. Ну такой двор, и в этом дворе стояла семья, из машины выходит, говорит, что вы ищете, что вам помочь? А я по привычке такой, чего к вам пристали? А потом я понял, что они искренне хотят помочь. Искренне совершенно. В этом смысле. То есть здесь как бы человеческий фактор находится намного выше по месту, чем, например, в том же Советском Союзе. Здесь много бытовых вещей сведены в такую норму, что ты их просто не замечаешь, но они у тебя есть. То есть, например, там вода, газ, электричество, вызвать там технику, чтобы мы посмотрели. Все это как-то само собой работает, и ты понимаешь, что это не забирает у тебя ни душевных, ни физических сил. Ты живешь в свое удовольствие. Это все плакаты, я так понимаю, да? Разные концерты. Я представляю, что можете сказать вы или ваши зрители, что я нарцисс, сижу в кабинете, любуюсь с собой. На самом деле, это все я, да? Это все я. Это мои афиши. Вообще все это ваше? Ну почти все. Ну это же не вы? Это человек, который, да, повлиял на мое творчество. Точно, я не узнаю, что вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. Ну да, согласен. На самом деле, это своего рода, это, знаете, как бы сказать более компактно и корректно. Каждый артист или спортсмен должен подписываться. Вот кто-то использует запрещенные препараты, его ловят на допинге. Вот кто-то использует, скажем так, алкоголь. А я в данном случае таким образом напоминаю себе о том, что уже сделано, и что нужно сделать еще больше. Тем более, есть силы, есть, есть желание, есть кураж. Согласен, буду тренироваться в вашей скромности. Пойдемте. Это такой молитвенный дом. Какие есть недостатки здесь? Человек смотрит и, возможно, рассматривает для себя вариант переехать. Что ему нужно знать, к чему надо быть готовым? Страна маленькая. Очень тяжело, например, большому бизнесмену с новым бизнесом. Потому что все уже как-то уже, все распределено, все уже работает. И очень тяжело, вот бизнес здесь, вот, так скажем, интернациональный, вот здесь не очень, это... Может быть, кому-то удастся, если будет интерес, вот, местного бизнеса. А так тяжело будет, вот, вписаться. Это вот, например, как вот Гусинский здесь начинал, и, ну, не войдешь в это так вот просто в воду. Нет. Средний бизнес – да. Значит, страна хорошо живет, если 70 процентов – малый и средний бизнес. В Израиле показатель 69. То есть мы почти идеально входим в это. Вот, и в 20 самых развитых входим клубов мира. То есть в 30-ке мы 15-е место занимаем в Израиле. Вот интересный момент – это когда в России, я помню, что 98 процентов все хотят иметь высшее образование. А у нас здесь 2 процента высшее образование, имеют 98 – нет. Это обслуга, это рабочий класс должен быть. Я вот знаю, что в России сейчас вот ни ПТУ, ничего нет. Все это вот как-то упразднилось. А нужны рабочие руки. Вот понимаете как? А тут любой рабочий просто получает зарплату такую, как в России некоторые интеллектуальные деятельности не заработают. Ну, вот о чем и речь. То есть я так понимаю, что таксист, он зарабатывает в переводе на рубли там 200 тысяч плюс рублей. Ну да, где-то 3 тысячи долларов, где-то вот 4. Это просто, это вот ты в машину водишь. Да, здесь, ну, есть, допустим, очень высокооплачиваемые – это адвокаты, врачи. Ну, политиков не берем, они всегда во всех странах. Сколько здесь адвокат-врач может получать примерно? Ну, 60 тысяч шекелей, это 20 тысяч. В месяц? Да. Это сколько? Медсестра может до 30, это 10 тысяч долларов. Медсестра 10 тысяч долларов? Может, да, да. А врач 20 тысяч долларов? 20, да. То есть есть так. Я пошел. Да, да, то есть учителя неплохо получают, но здесь тоже так стаж надо. Сколько здесь учителя может зарабатывать? Ну, минимально там от двух тысяч до четырех, наверное, тысяч вот так. Долларов? Да. Это уже градации, то есть категории, конечно, вот. Обалдеть. Ну, это считается, вы люди, которые очень нужны стране. Хорошо. И вы здесь вот, в это здесь, получается, вот работаете, ведете? Я здесь 20 лет. Вот здесь. Классно. Да, начинал с диджея утреннего эфира. То есть я вел утреннее шоу, которое называлось «Биг Гайз». У нас было двое ведущих, я и мой коллега, оба метра девяносто четыре, и мы вот колбасили такое трехчасовое шоу. Так, а вы, получается, местная звезда. Можно так сказать? Вас прямо узнают? Слово «местная» очень напрягает. Извините. Я известный публично, известный человек. Да? Ой, извините. Это правда. Мы понаехавшим. Я не думаю, что звезда. Вот. Я известный человек, да, потому что я работаю в средствах массовой информации с 99-го года. И в радио, и потом на телевидении. Поэтому, хочешь не хочешь, люди узнали мое имя. Чем вы сегодня занимаетесь? Кто вы сегодня? Я прикоснулся к средствам массовой информации в 1999-м, и с того момента я занимаюсь. Вот здесь сегодня, на радио, я главный редактор, начиная с 1 мая 2003-го года. Но вы сами в эфире тоже продолжаете. Да, у меня тоже каждый день есть эфир, за исключением выходных дней. И каждое утро, просыпаясь, каждое утро, я не лукавлю, Павел, просыпаясь, я думаю, блин, я еду на радио. И я мчусь. Давайте еще немножко про Израиль поговорим. Да. Через вас хочется понять, что за страна. Кто-то нас смотрит и, может быть, именно эту страну рассматривает для переезда, потому что имеет возможность. Давайте. Какие здесь есть основные минусы и плюсы? Что здесь, давайте, что плохого? А то все хвалят, хвалят, что плохого? Значит, первое, что я ставлю в качестве плохого, или, скажем так, недостатка, это грязь. Это, скажем так, отсутствие понимания, что нужно со собой убирать везде. И возле дома, и сидя в машине, выбрасывая из окна пачку сигарет или банку пустую из напитка. Мне объяснили, мне сказали, что восточный менталитет предполагает следующее, что внутри дома, где живет восточная семья, скажем так, те, кто были здесь, идеально все чисто. Это действительно так. То есть израильтяне относятся к чистоте внутри своего дома просто как аптекари. Нанимают ворч сами, и особенно перед праздником Песах, когда нужно вынести все из дома, вычистить каждую стену. Но что касается территории вокруг дома, это как бы уже не их. То есть совершенно допустимо взять мусорный пакет и выбросить за забор своего дома, чтобы он там лежал. Это грязь. Да, грязь, и этого нет в культуре у израильтян. Они за этим не следят. Кстати, за всю бытность, за все 28 лет мне только один раз сказали, в самом начале, кстати, моего пребывания в зале, сказали, возвращайся к себе в Россию. И это сказали на перекрестке, где я не уступил дорогу, преимущества не дал. Он прямо открыл дверь и сказал, возвращайся в свою Россию. Причем в Россию, не знаю, почему в Россию. Я хотел сказать, что я вообще из Украины, ну ладно. Вот, теперь возвращаясь к недостаткам. Ну сегодня дорого все стало. Я не знаю, это страна очень дорогая. Я считаю, это недостаток. Хотя сегодня, наверное, уже дешевых стран в мире нет. То есть стран, где высокий уровень жизни и дешевых, я думаю, таких стран уже больше нет. Но в Израиле все дорого. То есть знаете, когда я приезжаю к друзьям в Америку, и, например, мы идем в автомобильный магазин, то я понимаю, что на ту сумму денег, которую я здесь потратил на свою машину, я там бы мог купить две и еще бы на сдачу взять одну маленькую. Так, на всякий случай, чтобы просто валялась на дворе. Серьезно. И это тоже, на самом деле, я считаю, недостаток. Недостаток, который, в принципе, спровоцирован в том числе и условиями. То есть Израиль, страна, вы знаете, окруженная совсем не друзьями. И поэтому у нас есть морской пути, воздушный, по которому мы можем привезти автомобили. Это, безусловно, накладывает отпечаток на цену, но в качестве недостатка, я могу сказать, своего рода, такая жадность. Потому что можно было, например, намного меньше процентов зарабатывать с одной машины. Но здесь как бы норма, допустим, 150-200 процентов заработать, это как бы порядки вещей. В Европе, я знаю, там считается как бы моветон, когда ты больше 20-25 процентов зарабатываешь на продукции. Здесь как бы 100-150-200 процентов, это как бы беклик. Вот. И своего рода такая алчность. Это же не алчность, а алчность. Заработать как можно больше. Вот. Я не знаю, ты можешь прийти, допустим, в один магазин, шестерочка воды, вот купить ее, она стоит, допустим, там 10 шекель на заправке, но ты можешь прийти в какой-то магазин, и там эту же шестерочку могут продать за 25 шекелей. То есть уже два раза дороже. Да я вчера одну бутылочку купил за 10 шекелей. Да, если ты не ориентируешься, то покупаешь, да, действительно. И эту ситуацию используют, к сожалению. Но это такая восточная черта алчность, и от нее уже никуда не деться. Она будет с нами здесь всегда. И я пишу, вот я чувствую, я лечить могу, но это очень, это табу, муж не разрешает, я не умею защиту ставить, но какая-то критическая ситуация, я могу купировать приступ любой. Так, подождите, ну я так, я не поверю, надо, чтобы вы как-то продемонстрировали мне. Ну да, я больное место чувствую, легко просто. Ну что, давайте что-нибудь сделаем, чтобы я мог на себя проверить и подтвердить, что это правда. А то скажу, что мы чуть-чуть ку-ку. Ну ку-ку, пусть 150 свидетелей моих однокашников. Не, ну вот смотри, вот я сейчас свидетель, что вы можете так сказать, магию какую сделать со мной? Ну дай бог, чтобы у вас приступа-то не было, значит... Ну вот смотрите, вот я кашлю, уже, кстати, месяц кондиционерами тут. Я вас вылечу, но совершенно другим методом. Кашель не возьмешь. Просто народный метод. Каким? Ну я вам напишу сейчас рецепт, очень интересный рецепт, который уже, ну, больше тысячи человек используют. Старинная книга, 18 века, энциклопедия медицинская, тому в помощь. Так, ну а мы сейчас это можем сразу сейчас сделать? Конечно. Нет, ну сделать, его надо готовить. А это долго, да? Ну да, варится картошка, эффект горячей картошки. А потом сливается вода, мнете, и туда надо быстро добавить 5 компонентов. По 2 столовых ложки. Сухая горчица, водка, уксус, мед, растительное масло. На грудь, на спину. Все. Горстичный такой? Горячий. Горячий он глубокий за счет того, что там и уксус, и водка, и масло, и мед. Я думал, съесть надо будет. Вы записали, он потом перепишется с видео. И у тебя есть возможность работать. То есть, да, понятно, не каждый может стать главным редактором радиостанции или прийти работать ведущим. Но до этого, например, я никогда не испытывал проблемы в том, чтобы устроиться. Везде всегда есть работа. И если ты хочешь продвигаться, то Израиль как раз это то место, где можно достичь высоты. То есть, например, даже если говорить с Германией, здесь практически нет стеклянного потолка, так называемого, для того, чтобы вы выросли в министров, в премьер-министров, в президента. То есть, или, например, даже стали, например, летчиком, что является, например, элитой в каждой стране. Раньше вообще как бы это было закрыто, например, летчики. Сейчас я знаю достаточно много русскоязычных штурманов, летчиков, которые есть, ребят. Мы уж не говорим про премьер-министров, министров, депутатов КНЕСТа, которые родились там, приехали сюда и сделали эту карьеру. Прошли заммэры городов, практически все русскоязычные. И это говорит о том, что если ты не ленивый человек, если ты человек, который ценит свою жизнь и хочешь добиться чего-то, то в Израиле ты это можешь сделать. Да, в Израиле, как в любой стране, существует, конечно, и коррупция. В Израиле существуют люди, которые совершают преступления, нарушают закон и пытаются каким-то образом сделать тебе ущерб. Но это в любой стране есть. Невозможно, чтобы в обществе этого не было. Но в Израиле я за 28 лет, например, не попадал ни в какие, дай бог, какие-то ситуации, которые связаны были с криминалом, с нарушением закона. Я живу в удовольствии, моя семья живет в удовольствии. Моя дочь отслужила в армии, она служила в танковых войсках, она сержант, она израильтянка до корней волос. У меня сейчас родилась внучка, которая будет уже совсем израильтянкой. И я счастлив, что мы интегрировались в эту страну, что она нас приняла, причем она нас приняла с первого момента. То есть это единственная страна, где ты, прилетая в аэропорт, выходишь гражданином, где ты не живешь там 5-6-7 лет и ждешь возможности, что тебе нужно доказать, сдать экзамен и так далее. Поэтому я говорю, нужно обязательно выучить язык и принять эту страну, впустить ее в себя. Сколько художник вашего масштаба может в месяц продавать картину? Одну, две, пять, десять, сто? Или одну в год? Я распорядок даже не представляю. Это совершенно невозможно предсказать. У меня готова картина, я еду, меня японское посольство пригласило. А император Японии, он до 17 лет был адепт учения, что японский народ – это потерянное Израилево колено. А его жена по-русски говорит, она в детстве московский садик посещала. И поэтому мне с ними будет легко общаться. Нифига себе! Да. А он стал когда императором, ну как-то ему надо сейчас с этим учением немножко потише быть, но тем не менее я же знаю, что в молодости он… Нам надо было вас тогда снимать в другом выпуске, который называется «Самые богатые люди Израиля». Ну и зачем самые богатые? Ну что вы, ну что вы. Супер! Спасибо вам большое. А я несу в себе те гены, которыми Марк обладал. И обещаю непременно, найду его я, идеал. У меня еще все впереди, я так думаю. Как вы считаете? Сто процентов. Да? Да. Мне в этом году 66 лет. Ну, в самый начал. Я тоже так думаю. 50 процентов. Если в 58 ты только начинаешь, вот, то я думаю, да. Так есть. Очень многое. Пятерочка. Спасибо вам большое. Так, это правой рукой возьмем. Да. А у вас левая. А левая, да. Давайте мы натуго. Ну да. Это энергетика. Так, подождите. Это мы где? Это мы в школе. В школе? Это мы в школе. Школа профессионального макияжа. Начинаем с красоты. Учите девушек и мальчиков красить других. Ну да. Девочек и мальчиков. Ну да. Обучаю обману. Обману? Красивому. Ну, визаж. Это некий обман, в принципе. Да? Ну, в принципе. Я так всегда и думаю. То есть здесь курсы проходят такие, да? Да. Приходят, вы говорите, надо кисточку вот так держать, а не так. Ну, вот этот. Нет, от А до Я. Полностью от А до Я. И вы вот понимаете, чем отличается вот эта кисточка от вот эта, да, видимо? Ну, так. То есть создаю кисточки, поэтому понимаю. В смысле создаёте? Вы сами делаете? У меня бренд. Смотри, у меня есть бренд кистей, у меня косметики, да, то есть их много. То есть это всё, собственно, вещь, это моя косметика. Окей. То есть и, собственно говоря, обучение. То есть есть два направления. Обучение. Вы же косметику тоже делаете? Да. Да. То есть вы производство косметики? Производство косметики, производство кистей и производство учеников, да? То есть как бы выход из человека в визажисты. Как говорят современные IT-компании, экосистема. Экосистема, да. То есть всё на себе. Всё связано. Ты что, в Израиле живёшь, получается? Получается, да. И как давно? Десять лет уже. Так ты уже местный? Да. Я говорю, это три тысячи, три тысячи самых лучших дней в моей жизни. Почему три тысячи? Как ты думаешь? Ну, потому что 365 умножить на 10, получается 3650. Да. И 650 ты где-то ещё была? Ну, не совсем. Или для плохой математики просто? Нет, 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 в Израиле, да, много солнечных дней. И говорят, что примерно это 300 солнечных дней в году из 365. И вот так совпало, что где-то эти три тысячи солнечных дней за 10 лет и три тысячи самых счастливых дней, самых лучших дней, это как раз-таки дни моей жизни в Израиле. Это так совпало. На самом деле я верю, что солнце многое даёт здесь в Израиле. Прям солнце класс. Ну, оно именно, знаешь, оно такое, не просто жарит, оно какое-то тёплое, яркое, и оно даёт нам оптимизм, свет, делать что-то, быть активными, вдохновение, мотивация, вот это всё. Ну, кроме всего прочего, конечно. А где ты до этого жила? До этого я жила в Украине. В каком городе? В Киеве, конечно же. В столице. И что ж такое-то ты решила срулить из Киева? Ой, слушай, ты знаешь, это очень долгая история моего попадания в Израиль. Это ещё началось, наверное, лет 12, когда я увидела открытку со стеной плача. Я такая смотрю, подхожу к папе, говорю, папа, что это? А он говорит, это стена плача. Она находится в Иерусалиме. Иерусалим – это столица Израиля. Говорю, и типа, как туда попасть? Он такой, надо быть евреем. Я такая, о. Говорю, и? Он такой, да, да, у тебя есть такая возможность, я еврей. И тут мне открылось 12 лет, что, оказывается, у меня есть возможность попасть в Израиль, потому что евреи все могут попасть в Израиль по разным программам. По программе Таглит, программа Мосса, программа репатриации. То есть огромное количество. А что это за программа для тех, кто не знает? Ой, слушай, Таглит – это программа, по которой я первый раз попала в Израиль. Среди некоторые программы, которые, так сказать, стимулируют или помогают евреям сюда переехать, они могут организовать бесплатную поездку, экскурсию, проживание, так, чтобы ты мог пощупать, как в компьютерной игре. Ну, разные. На самом деле цель Израиля, да, цель Сахну, то есть такое еврейское агентство Сахну. Его цель – всех евреев, чтобы они жили в Израиле. Сионизм, да. То есть, как говорил, завещал Тодор Герцель, он говорил, что все евреи должны жить в Израиле. И, в общем-то, этим и занимается Израиль. Он сейчас собирает всех евреев, всех, кто остался. Их уже мало осталось. В Америке очень много евреев. Они спонсируют. Ну, а вот в странах СНГ действительно уже мало осталось. Многие переехали в 90-х годах. Вот это вот сейчас. Сейчас, кстати, тоже едут многие. И благодаря таким программам, ты правильно сказала, это программа, как, типа, протестировать, увидеть, да. Еще такая заманушка, такая бесплатная заманушка, когда тебя везут с твоими друзьями, твоего возраста. Это там все евреи до 30 лет. Кто доказал свое еврейство? Вы должны быть очень богатым человеком. Да нет. Я знаю, что говорят, что человек искусства, они... Опять же, все богатство зависит от того, как на это посмотреть. Ну, я понимаю. В Израиле я другой ответ не ожидаю, в принципе. Поэтому спрашивать нет никакого смысла. Ладно. Потому что все зависит от того, как на это посмотреть. Хорошо, но мы любим цифры. Все-таки что вы нам можете сказать? Какой объем выручки у всех ваших компаний? Что-то, что вы можете нам как цифру назвать? Цифру могу сказать, сколько учеников. Давайте. Ну, примерно где-то 2 тысячи учеников. 2 тысячи учеников в моменте или всего? Нет, всего в Израиле. И они постоянно к вам приходят, что-то обучаются? Да, ну, который выпустил, да, то есть школа выпустила примерно 2 тысячи учеников, начиная с 98-го года. Класс. Сколько стоит одно обучение? От 5 до 14 тысяч шекелей. Шекелей. Да, то есть это зависимость. То есть обучение, оно построено как кубик-рубик, да, то есть оно построено на блоке, 4 блока. Поэтому, в принципе, человек сам для себя определяет, что он хочет. То есть средний чек получается примерно 10 тысяч, поскольку у нас есть информация 2 цифры, 2 тысячи учеников и 10 тысяч средний чек, то получается 20 миллионов шекелей, а это примерно в районе 3,5 миллионов долларов. Ну, примерно, окей. И это только школа. Это школа. Опять же, я тебе сказал не за сегодня, а я тебе сказал с 98-го года. Вот евреи сразу все приподняются. Математика у тебя... Да немного-немного, да, чуть-чуть. Да, но ты не забывай, что в Израиле еще мы платим налоги, окей? А сейчас убери половину. Примерно половину на налоги? Больше. В счет-воте процентов. Ну, примерно половину. Давай так. Шмар какой. Ужас. А сейчас прибавь еще к этому всему, к налогам, прибавь еще аренду помещения. Окей? И ты увидишь, что я в минусе, да? Где-то на грани. А ты находишься в Израиле, понимаешь? Тебе никто ничего не скажет. Это как смешно. Это в Дубае, да, люди такие. Миллион, миллиард, пепельон. Так у меня еще, тут еще, смотри, вот у меня еще три тачки, еще миллиард. Смотри, вот у меня все есть в Израиле. Да нет, я ничего не скажу. Ну, вот же мы посчитали. Ой, нет, отсюда еще надо, сейчас, сейчас. Да ничего не осталось. Еле-еле на гроши питаюсь. Ну, почти что так. В Израиле на это не смотрят. В Израиле по-другому все построено. Нравится тебе жизнь? Вот ты живешь, как ты живешь. А сколько ты получаешь, зарабатываешь? Это, наверное, ну, возможность ехать за границу, допустим. Да, возможность иметь квартиру, пентхаус, дом. Вот это, да, допустим. Или возможность жить в том месте, где ты хочешь жить. То есть деньги – это вещь такая. Если для евреев не деньги самое главное, то что тогда? Опять же, для евреев, наверное, больше всего важно, там, дом, отношения, семья, дети, вот это, да. А деньги – это просто какая-то возможность. Возможность поехать всей семьей за границу отдохнуть, допустим. Или потому что цены у нас сумасшедшие. Если бы ты пошел где-то в гостиницу, да, в какую-то самую, ну, такую непрезентабельную, да. Ты понял, что тебе лучше в Дубай поехать отдохнуть. Подешевле будет Дубай. Да, подешевле будет, да. Ну, в Израиле я считаю… Дубай – это как Сочи по сравнению с Тель-Вио. Да, я вообще, я очень много делал мастер-классов по миру. У меня были периоды, где четыре мастер-классы, четыре страны в месяц, да. То есть, понимаешь, сколько летал. То есть, я жил в самолете. Поэтому, в принципе, Израиль… Мне кажется, в Израиль не приезжают для того, чтобы зарабатывать. Приезжают для того, чтобы жить. Уже тратить деньги тут очень легко. Жить, ну, смотри, тут очень интересный народ. Тут шумно, тут гам, балаган. Но приятно находиться и общаться. Окей? То есть, для тех, кто для общения, наверное, это все сюда. Если для чего-то такого более коммерческого – это Канада, Америка, но не Израиль. Не коммерция тут, не коммерция. Люди, которые приехали со страны Сенге, они знают, что такое качество. Они знают, что такое сервис. Они привыкли к этому, да. Во многом. Ну, вы наверняка заметили за это время, что типа в Израиле… С сервисом несут. Да, и я за 10 лет тоже это заметила. И замечаю это каждый день во многих сферах. Практически во всех сферах сервис, ну, мягко говоря, процентов на 15. По сравнению с Украиной, с Россией, с Грузией, да, там, с другими странами, которые заинтересованы, которые хотят, чтобы люди там… Ну, не знаю, как-то вот по-другому это работает здесь. Менталитет, не знаю что. И вот, когда ты, очудившись здесь, уже понимаешь, что типа сервис тут… Ты такой, оп, приехал один человек, сделал что-то классное, да, реализовал тут. Я имею в виду, приехал из России, из Украины, потому что он там знает, как уже это работает. Он приехал сюда, внедрил. Приехал второй, приехал третий. И так ты смотришь уже, ого, и этот новый репатриант внедрил. И Израиль, благодаря этим людям, благодаря нам, он как бы тоже становится лучше. В начале еще, в самом 90-х годах говорили, эй, ты там, вонючий русский, ты вот приехал. Ну, знаешь, было вот это. Ты не знаешь иврит, как это так? Ты что, нужно все на иврите. Сейчас такого вообще нет. Сейчас уважение есть к этим людям, которые приехали из других стран. 100%. Потому что они реально знают, что мы можем сделать и что мы сделали с этой страной. И они понимают, что, блин, за этими людьми нужно идти, потому что эти люди, они трудолюбивые. Они будут работать, пока не сделают работу. Израильтяне они не такие. И вот даже когда на собеседование приходят, израильтянин и, допустим, человек, который там 10 лет назад приехал, да, вот все у них одинаково. Образование может быть одинаковое, языки знают одинаково. Но этот человек, который приехал из России или из Украины, его возьмут на работу скорее, как мне кажется. Ну, опять же, это мое мнение. Но я думаю, что скорее его возьмут на работу, чем израильтянина. Почему? Потому что... Более трудолюбивый. Да, он более трудолюбивый. Он останется после работы и доделает ее. Израильтянин и пойдет домой. Ну, естественно, да. То есть это логично, что люди живут в свое удовольствие. Они так привыкли жить. А мы привыкли по-другому. Привыкли работать много. Мы привыкли доделывать до конца. Мы привыкли делать тщательно, чтобы это было там, знаешь, на 100%. Чтобы было perfect, да, чтобы было безукоризненно просто. Ну, большинство так привыкло. По крайней мере, у меня так. Вы, когда приехали в Израиль, вы же не сразу начали с визажа. Да. Я приехал поваром. Окей. Повар пошел в кибуц. Это коммуна, скажем так, да. Те, кто не в курсе. И потом, случайным образом, проработав 5-6-7 лет примерно, да, в гостиничном хозяйстве, то есть в гостиницах, дошел до уровня шеф-эруим. Это шеф по специальным блюдам, повар по специальным блюдам. Проходя мимо, увидел очень интересную, очень нестандартную вывеску, скажем так, школу макияжа. Все, зашел и все, пропал. То есть просто. Вы долгое время занимались тем, что готовили блюда, увидели вывеску и после этого все бросили и сказали, я буду заниматься визажом? Смотри, на самом деле ничего не поменялось. Я украшал нечто горизонтальное, а сейчас украшаю нечто вертикальное. Понимаешь? То есть это украшательство, дизайн. Окей, поэтому ничего не поменялось. В глобальном смысле. Окей. Как дальше строилась ваша карьера? Потому что вы сегодня, я так понимаю, большая студия, вы известный здесь человек. Да, ну очень просто. То есть я закончил школу макияжа, понял, что я не совсем готов выйти на рынок и дал сам себе задание каждый день красить кого-то. Если я как бы не крашу, не успеваю, то есть не выполнил свою задачу, то я сам себя как бы наказываю. Сейчас как бы я беру в скобках, хотя тогда для меня это было действительно преодоление чего-то. Шел на дискотеку, то есть сам себе дал задание пойти на дискотеку и красить всех подряд. Окей. И действительно я так сделал. Я пошел на дискотеку, договорился, мне дали стол, лампу и начал красить всех. Это вышло где-то с 11 до 3 ночи. Где-то 50 человек проходило у меня. Опять же, это не полная покраска лица, это какие-то элементы, да, то есть какие-то рисунки, какие-то элементы. Это как-то не очень представляет. Вы приходите на какую-то вечеринку, садитесь и говорите, кто хочет подходить или как? Да, там мы объявляли, что кто хочет, у нас есть визажист, и через меня проходила куча народа. И вы это бесплатно делали? Как наказание себе для практики? Бесплатно для них, но мне платил этот... Дискотека мне платила, да. То есть небольшие деньги, там 30-50 шекелей, но это достаточно небольшие деньги. Для них это нормально, для всех это было нормально, потому что для меня это была практика еще. И вот с этого момента, собственно говоря, и началась вся моя история. Я для себя так определил, что именно с этого момента началась история. Потому что оказалась на дискотеках не мальчики и девочки просто, а там еще есть и хозяева клубов, и хозяева всяких ресторанов, баров и так далее. И первый заказ я получил именно с дискотеки. У меня была шикарная жизнь в Киеве, прекрасная. У меня было все. Машина, квартира, личная жизнь, классная работа, социальная. Я там много участвовала, волонтерила. То есть полностью реализована была в жизни. Но Израиль – это такая страна, во-первых, я в нее влюбилась с первого взгляда, а во-вторых, потом, когда ты уже взвешиваешь, ты такой, у меня, значит, закрутился роман, грубо говоря, да. Потом ты опять возвращаешься. Вот если представить, что Израиль – это человек, да. Такой первый раз влюбляешься, потом ты возвращаешься к себе, все время о нем думаешь, тебе снится он там, все. Потом ты возвращаешься, и уже у тебя как бы более глубокие отношения. Ты уже знаешь его, начинаешь осознавать его недостатки. Такой, готов ли я смириться с этими недостатками или нет? И я поняла, что да, я готова. И тогда я вернулась в Киев, уволилась, нашла себе программу МОСА и уехала. Как дальше у тебя здесь жизнь построилась? И вот мне, пока я стажировалась, все время говорили, если ты будешь оставаться, вот смотри, вот эта программа помогает нам адаптироваться, и сразу же там на этой программе тебе делают туда дзю, да, то есть это внутренний паспорт, ID, который уже как бы, с помощью которого ты можешь жить в Израиле. То есть тебе не надо никаких проволочек особых, тебя там ведут, направляют, за ручку водят, и все. Это все как-то так прошло плавненько, знаешь. Ну смотри, в Израиле все приезжают, значит, моют полы. Если ты не знаешь эврит, ну какая у тебя может быть работа? Ну можешь пойти там, это пеллет, это известное всем слово, это когда ты ухаживаешь за бабушками или дедушками, возишь их, там, моешь, или там бэби-ситтером, ну кем ты можешь, собак выгуливать, да, тебе нужно учить язык. И мне говорят, ну ты будешь мыть полы, ты думаешь, что в Израиле все так легко? Я говорю, ребят, Израиль дает. И я заканчиваю стажировку, получаю, ты удален, и на следующий день у меня есть работа уже. Ну и просто так получилось, что... в крупной финансовой компании, на русском языке, конечно же, но в продажах, в продажах по телефону, но очень классная зарплата. Потому что я там научилась продавать, и классно себя чувствовала, как рыба в воде. Единственным минусом было то, что это было на русском языке, потому что в тот момент, когда ты работаешь целыми днями на русском языке, ты не можешь учить эврит. И вот это, да, был минус. Но опять же, ты тут должен выбирать, либо ты идешь учиться, учишь эврит, ты параллельно работаешь разнорабочим, либо ты классно зарабатываешь. Ко мне начали обращаться, с одной стороны, с другой стороны, я начал делать подиумные показы, то есть я еще начал работать, устроился с визажистом в салон свадебный, пошли подиумные показы, и через какое-то время, буквально через полгода, я открыл свою школу макияжа, и ко мне обратилась, например, через год мне обратилась Fashion TV, сказали, вот ты единственное, кто в Израиле делает подиумные показы, давай с тобой работать вместе, да? Я начал работать с Fashion TV, окей? Вот с этого началась моя школа, и вот известность, и так далее, и так далее. Слушайте, интересно, очень много людей, кто занимается, ну, таким ремеслом, визажист, психолог, еще кто-то, коуч и так далее, и они часто страдают от того, что они хотели бы, чтобы на них был больше спроса, чтобы к ним больше приходило клиентов. Как ты расскажешь, у вас все легко? Да, это вот, когда расскажешь легко, потому что это все время, за ночь я проходил 2-3 клуба, окей, я ехал в разные места, там час поработал, там в другом месте час поработал, потом появились ученики, учеников посылал, то есть под эгидой школы, и это было как-то достаточно массово, потому что выходил такой журнал маленький, Квазимода назывался, и я там во всех, во всех выпусках, все мои ученики во всех выпусках, то есть мы взяли своей массой, потому что, ну, интернет это было там еще мало, скажем так, а журналы, газеты, и я участвовал на телевидении, все это было, поэтому вот так произошло. Интересно. Работал много просто. То есть даже если вы находитесь в новой стране, куда-то переехали, и даже начинаете заниматься совершенно новым делом, в котором ничего не понимали, то просто из-за того, что очень много, очень интенсивно производить тот продукт, который ты можешь производить, но каждый раз, видимо, стараюсь сделать это хорошо, потому что, наверное, если бы я пришел пейзажом красить людей на вечеринке, то я думаю, что, во-первых, я парочке бы людям глаз выколол, потому что мне не хватит усидчивости, да, и вряд ли бы после этого на меня бы спрос усилился. Наоборот бы меня выгнали и больше не позволили. Ну, смотри, естественно, что выполняли работу качественно, хорошо, поэтому к нас и звали, и мы были интересны, потому что еще никто этого не делал. Я придумал боди-арт-шоу, то есть целый, как бы, такой спектакль был, как бы, да, и ехали по всем клубам и так далее. То есть кроме этого еще и была школа, и школа это, и у меня еще с утра, с утра где-то с 9 до 5 я делал невест, я в свадебном салоне работал, это вечером, с 6 часов вечера у меня была уже своя школа, преподавал с 6 до 9, а дальше был какой-то или подиумный показ, или какой-то концерт, или что-то, ну, знаешь, когда вы молоды, нам все по плечу. А какие здесь есть недостатки? Большой налог. Большой налог. Большой налог. Налоги. То есть не налог один, а налоги. Дальше. Жарко. Очень жарко. Очень и очень. То есть жарко, плюс еще жарче, да? Есть всякие хамсины, есть всякие там бурь и так далее. Значит, ну, вот это основное, то, что мне мешает, допустим. Я сразу тебе говорю, что то, что мне мешает. Да, потому что ваш бизнес как раз здесь, внутри, и поэтому вы вынуждены здесь налоги платить, да? Почему же внутри? А где не внутри? Ну, например, бывают те, кто делают бизнес за границей, у них там новый офис, и здесь просто сидят люди. Нет, наверное, тоже что-то надо платить. Ну, могут быть другие деньги, да? У меня, я полностью плачу налоги. Большая аренда помещения, скажем так, налог на землю, очень дорогие квартиры, ну, это все очень дорого. Поэтому у нас зарплаты высокие, потому что кажется, что у нас, ой, большая зарплата, на самом деле, у нас еще большие, все остальное. То есть это все выравнивается. Давайте, кстати, про зарплату тоже быстренько поговорим. Какие здесь средние зарплаты? На что нужно рассчитывать человек в разных профессиях? Ну, примерно 8-9 тысяч. Шекелей? Шекелей. Это в долларов примерно 3 тысячи долларов. Я не знаю, я не знаю, сколько сейчас. Не смотрю. Ну да, примерно 3 тысячи долларов, это такая средняя, минимальная зарплата, да? Нехило. Что, это хорошо или мало? Ну, в сравнении с Саратовым, там иногда это бюджет целого района. Сколько стоит, сколько стоит купить квартиру, и сколько, если не купить квартиру, сколько взять в аренду ее квартиру, да? Ну, как раз эти же деньги. Вот и все. Вот минимально это тысячи долларов, минимально. Нет, вообще, какой минимальный тысяч. Мне такое нет. 2 тысячи долларов. Да. Сколько сейчас долларов? 4? 3-5, наверное, где-то так. Ну, значит, 2. Ну, полторы, полторы. Вот где-то там 5-6 тысяч, да? Если это 5-комнатной квартиры, допустим, нормально. Окей. Вот и все. Основная еда. Вот видишь, как разбросали эти деньги. Быстро кончено. А ты говоришь, вот деньги, деньги. На деньги не смотрел. Минусов очень много. Давай, 3-4 основные. Бюрократия. Сумасшедшая бюрократия. Знаешь, вот эта вот узколобость, тоннельное мышление во многом у израильтян просто сходят с ума. Бесит иногда шумом своим. Шумом вот этого, знаешь, балагана. То есть такое слово балаган. Вот здесь оно очень часто употребляется. Израиль такой балаганистый. И часто бывает, что это правда минус. Что бы я сказала еще из минусов? Ну вот смотри, в Израиле пользуются факсами до сих пор. Для меня это минус. Страна, которая делает операции, разрезая, понимаешь, отделяя голову от тела, делая операцию, пришивая потом обратно, все у них получается прекрасно. Инновационная страна, правда, инновационная, которая изобрела ВС, ГЭТ, флешку, помидоры черри, понимаешь. В этой стране до сих пор пользуются факсами в государственных организациях. Тебе говорят, пришли нам факс. Такой, можно мейл? Нет, мы не пользуемся мейлами, мы пользуемся факсами. Блин, как это вообще возможно? Как? Ну вот это для меня минус прям, понимаешь? Да. И ты ничего не можешь с этим сделать. Ты бьешься реально как птица какая-то об стекло, и ты не можешь ничего сделать с этой системой, тупой. Вот эта тупая система, это прям минус сильный. И она, к сожалению, она настолько вот медленная система, что можно платить телефоном на кассе, да? она появилась здесь год назад. Понимаете? Год назад. В России уже закрыли? Ну вот. В России закрыли, а в Израиле только открыли. Вот такой вот Израиль, он странный вообще, очень странный. Когда ты приходишь в какую-то организацию, и тебе нужно пройти 300 кругов ада, для того, чтобы получить что-то, понимаешь? когда ты хочешь что-то купить, ты должен добиваться этого, как будто ты продаешь, понимаешь? Ну реально, я тебе говорю, любой сервис, товар, ты хочешь купить, а ты добиваешься, там пишешь, написываешь, ну пожалуйста, продайте мне, понимаешь? как будто ты продаешь, ну понимаешь, продаешь, да? Реально, это очень сложно. Ну вот, я бы так сказала, но при этом, при всем, это такая любовь, что ты не можешь понять, тебе так бесит этот человек, но ты вот так сильно любишь. Понятно. Смотри, нас смотрят люди, которые вообще не евреи, для них в принципе идея переезда более широкая, интересная, чем вот какие-то такие локальные штуки. Понимаешь, да, что я имею в виду? Вот. Что дальше у тебя было такие ключевые, если кратко, точки жизни у тебя здесь? Ой, у меня родился сын пять лет назад здесь. У меня здесь появилось, появилось несколько бизнесов. Причем бизнес первый появился буквально на следующий год, после того, как я репатриировалась. И на следующий год, после того, как я репатриировалась, я купила машину. Я просто говорю о том, что, да, возможно, люди не хотят репатриироваться и все, но тут важно как бы просто верить в себя. Израиль реально дает человеку возможность поверить в себя. В какой-то момент оп, и поверил в себя. И первый мой бизнес, это туризм. Я начинала, после года репатриации, я начала просто забирать людей с аэропорта, встречать друзей и знакомых друзей. Потом это все как-то распространилось. я выучила SEO-оптимизацию, как оптимизировать сайт с помощью текстов, статей. Я писала классно, как бы издала книгу, и все, я создала свой сайт на WordPress как-то там. Закончила курс и как-то рагульно создала, с дизайном не очень. Не важно. Важно то, что тут вдруг повалили люди по запросу «Трансфер в Израиль» с помощью SEO-оптимизации ко мне начали идти клиенты. Я зарегистрировала бизнес, у меня появился бухгалтер, и дальше оно кто-то пошло-поехало. И вот с 2015 года у меня такое полноценное туристическое агентство. Хочу одну картиночку вашу взять. Вот как раз у тебя про ту картиночку, которую не выставляют, ты выставил ее. А, да? Не надо ее выставить? Я ее не выставляю, она слишком понятная. Думайте, ну вот я бы спросил, что это такое? Вот просто интересно, все ли с первого раза догадаются, что это такое? А если вот так поверну? А если вот так? То есть ему по-разному. Вот так, наверное, более. Другой дубль. Вот так, наверное, менее понятно будет. Вот, вот так. А мне вообще больше нравится вот это. Вот это. Вот это. Это ирисы называется. Вот с этого начнем. Все ли видят сразу, что это такое? На чем это нарисовано? Смотри, вот это действительно нарисовано, и это... Ваша картина? Моя, да. Моя картина. Это одно из хобби, которое переросло еще в направлении. То есть, грубо говоря... Нет, давайте прокомментируем вначале, извините. Что ты там нарисовала? А, подожди, сначала я тебе расскажу, что это, да? Да. Ну, хорошо. Значит, во-первых, это боди-арт. Это раз. Во-вторых, каждая картина... Что это за часть тела? Интимная часть женского тела, потому что я считаю, и у меня полная в этой уверенности, что любая часть тела, морского, женского, неважно, она красивая. Окей. Как вам пришла в голову идея рисовать на женской вагине? Потому что это красивая. Это одно из самых красивых мест, которые, я считаю, есть. Картинах у меня примерно 140. Интересно, что? Значит, каждая картина другая девушка. тут нет фотошопа, тут нет никакого вмешательства техники. Это только мои кисточки, краски и человек, девушка. Вопрос сразу. Как вы девушку уговариваете на такой проект? Во-первых, есть кастинг. Это не надо уговаривать. Многие знают, и многие записываются. Кастинг вагин. Да, то есть я говорю, сейчас мне нужны девушки, которые только у кого есть губы, половые губы, они выходят наружу больше, да, то есть не внутри, а наружу. Вот сейчас у меня, допустим, такой период, да, то есть приходит девочка, я хочу, чтобы мне нарисовали, я спрашиваю, какая форма вашего места, скажем так, внутри. Говорит, ждем, пока нет. Подождите, как кастинг проходит? Просто интересно. Нет, просто приходят люди и говорят мне... На словах, вы на словах верите? На словах, да. То есть фото подтверждения не требуют? Не надо мне, Максимум придумаю на ходу, если что, как бы. Окей, поэтому вот так. Так, теперь интересно, как процесс происходит? Это очень просто. Это гинекологическое кресло? Нет, это просто кресло, это не кресло, это кровать, массажная кровать. Девушка ложится, а я уже рисую, потому что, в принципе, фотоаппарат, вспышки, все есть, краски есть, это специальная краска, краска для тела. Сколько по времени занимает? Примерно час. Час. И что девушка чувствует в течение часа, пока вы кисточкой там... Мы вместе рисуем, но на самом деле ничего не чувствую, потому что это процесс, это процесс не связан ни с какой... Не связано это ни с какой-то сексуальной подтекстом, просто чистое искусство, и она тоже воспринимается как чистое искусство. Что ты сейчас делаешь? Чем ты сейчас занимаешься? Что у тебя за проект? Сейчас я, конечно же, веду свой туризм, это я не бросила, несмотря на корону, но во время короны появилось такое понимание, что туризм на какое-то время прикроется. Я сидела в очередной раз 14 дней в заточении, в изоляции, и думала, чем заниматься, блин, что делать, что делать, что делать, ну, все так думали, да. я думаю, так, у меня есть водители, которые возили туристов, они как бы сейчас свободны, они должны что-то возить. Я, значит, открываю Facebook и регистрирую страничку доставки по Израилю. Вот так просто, без всяких там придумок. И тут ко мне начинают обращаться люди, потому что я поняла, что в Израиле доставки качества сервиса оставляют желать лучшего. Ну, правда. И людям в изоляции, в карантине нужны доставки домой. Начали обращаться маленькие бизнесы, микробизнесы. Опять же, люди, новые репатрианты, которые в какой-то момент приехали, создавали, делают торты, букеты, конфеты, шоколад, все что угодно. А в своей доставке сервис нет? Да, у них нет доставок. И все, и они стали обращаться. Мы потихонечку начали это все раскручивать. И вот полтора года, я, наверное, уже два, занималась этим и занимаюсь до сих пор. И в какой-то момент, полгода назад, я пришла к тому, что для этого всего нужно сделать приложение, потому что логистика очень сложная. И мы придумали приложение, платформу, на которой, как в такси, тебе нужно вызвать такси, ты заходишь в ГЭТ и вызываешь. Тебе нужно вызвать курьера, ты заходишь в наше приложение и вызываешь курьера. Когда выйдет это видео, будет 100% работать. Называется хупу деливери. Хупу это на английском языке, внимание, птица удот. Это такая птица с длинным клювом и с таким хохолком. А это птица символ Израиля. Об этом мало кто знает, но это вот такой вот секрет. Мы хотим с помощью вас чуть-чуть лучше понять, что такое Израиль. И поскольку вы имели опыт переехать сюда, то вы, значит, можете сравнить, что такое жить в одной стране и в другой. Вот в чем разница менталитета людей, которые живут здесь, от менталитета других стран? Ну, вот когда есть, смотри, когда все хорошо, тогда балаган, в смысле отношений, в смысле руганий, в Кнесите, если как только война... Кнесет это? Кнесет это правительство, скажем так, да. Как только война, как это весь народ сплачивается, это большой плюс. Весь народ сплачивается и делаем все вместе какое-то дело. То есть вот это плюс, вот то, что я вижу, да. То есть идешь по берегу моря и видишь, что люди танцуют. Просто для себя танцуют, да. Тоже плюс. То есть я смотрю на плюсы. То есть не чтобы привлекать к себе внимание, а потому что им просто классно? Просто потому что классно. Потому что никто не будет говорить, ой, как ты выглядишь, ой, как ты оделся, или ой, как ты... Потому что если тебе бы кейф, ну так одевайся, как ты хочешь. То есть никто на это не обращает внимания. Это плюс? Наверняка. Для кого-то? Ну, для меня это плюс, скажем так. Переислить, пожалуйста, основные минусы и плюсы Израиля. Ой, знаешь, я что-то думала, что вопрос этот задашь. Такая ехала, ну вот так. Какие же, блин. На самом деле Израиль, Израиль много минусов. Я бы сказала, даже, наверное, больше, чем плюсов. Но это любовь. Давай перечислим. Кратко. Раз, два, три, четыре. Для меня Израиль... Хорошо, плюсы Израиля это живой. Он живой. Он особенный. Он разный. Он яркий. Это для меня, да? Это мои такие плюсы. Если ты хочешь более очевидные, да, такие плюсы. Израиль, страна инновационная. И это ее плюс. То есть это страна, в которой любому человеку есть возможность развиваться. Это сто процентов. Любому. Даже если ты не знаешь эврит. Если ты хочешь, у тебя есть стремление, по-любому получишь. Израиль страна волшебная. Волшебная в плане того, что если ты подходишь к этой стране, приезжаешь в эту страну широко открытыми глазами, с светлым разумом, с доброй душой и с влюбленным сердцем, у тебя сто процентов получится здесь, в Израиле. Плюсы Израиля для меня это солнце, это море, то есть это природа прекрасная, красивенная, очень вкусные фрукты, еда, это вот все. Короче, плюс Израиль, это такое вот счастье, такое гармония, которую ты тут просто постоянно можешь получать. А минусы? Вот такая ментальность, ты живешь как дома, не важно, где ты находишься и не важно, тебя люди знают или тебя не знают. Ты можешь выйти в магазин в тапочках, допустим, ну вот, или в такой домашней одежде, там растянутая майка или там... И никто на тебя не посмотрит косо, не скажет, что это... Вообще, то есть нет такого понятия вот этого, нет. Я как-то был, где-то я был, где-то я там был, в какой-то стране, и меня не пустили на дискотеку, потому что у меня были брюки с недели высокой моды, но в стиле спортивном. Окей? То есть мне сказали, что только у нас только тут в вечерних одеждах, скажем так, какие-то так. В израиле этого вообще непонятно. Это, опять же, конечно, может быть, приписывают какой-то эрскот какой-то, какой-то дискотеки. Ну, я всегда ходил на дискотеку просто так, потому что много лет работал в этой индустрии. Поэтому не знаю, как можно не пустить человека. Ну, вот такие дела. В Израиле, мне кажется, если ты полюбишь страну, она будет полюбить тебя. Вот тут такой нюанс очень ну, вот такой. Может быть, странно, но вот если ты любишь страну, она тебя полюбит. Если ты начинаешь искать недостатки, их много, ну, значит, ты не проживешься. Представь себе, сидит человек, смотрит это видео, может быть, он не имеет возможности переехать в Израиль в силу отсутствия еврейства. Ну, может быть, он рассматривает, в принципе, вариант куда-то переехать и сомневается. Что ты ему можешь порекомендовать? Человек должен просто быть открытым к той стране, в которой он хочет переехать. Он не должен сбегать из той страны, в которой он живет. Он должен хотеть в ту страну, в которую он как бы готов переехать. И желательно в этой стране побывать до. Если человек приехал, побывал, ему понравилось, зашло, влюбился, почувствовал, то да, конечно, в эту страну стоит переезжать. Даже если в той стране что-то пошло не так, ну, тут, понимаешь, тут надо влюбиться, почувствовать. С Израилем это происходит. Либо есть эта химия, либо ее нет. Супер! Давай пятерочку. Ура! Ура! Спасибо тебе большое. Поскольку мы в Израиле, я понял, что здесь корректно это спрашивать. Вы сами какой ориентации? Ой, я стрейт называется, да? Я уже забыл, как называется. Стрейт? Это что значит? Это значит, любит девушек, да? То есть, я понимаю, что сейчас... Натурал? Натурал. То есть, для меня, сейчас говорят, что это нестандартно для моей профессии, очень нестандартная ориентация. Поэтому я в меченстве в своем большинстве. Понимаешь? То есть, да. Окей. Но при этом, когда вы рисуете на гениталиях девушки, вы возбуждаетесь? Смотри, может, это было в начале или в... Ну да, наверняка в начале моего вот этого, вхождения в это направление, а потому что часто это просто чисто искусство. То есть, ты когда начинаешь рисовать, это мог быть какое-то мгновение, потому что, когда начинаешь рисовать, ты углубляешься с головой в цвет, думаешь про цвет, про форму, как это будет, как поставить цвет, как тень поставить. А цель такая, начать их подавать по всему миру, или через галереи, или через всевозможные сайты. То есть, сейчас как раз я думаю, как это все продавать. Поэтому сейчас я как раз в этом периоде. Сколько может стоить одна такая фотография? 400 евро, начиная. 400-600. Мне с Америки вообще сказали, какие там 400, надо 2-3 тысячи долларов. Расскажите, что в Израиле самое удивительное с вами случилось? Что характеризует эту страну? Это сразу несколько, потому что, ну, женился, у меня двое детей, да, то есть удивительно. Для вас, да? Да, для меня лично, да, да, то есть, нашел себя профессию. То есть, я понимаю, что я нашел себя, я считаю, что это тяжело найти профессию в любом возрасте, то есть, найти себя, да, это одна из, наверное, задач человека. Окей, значит, вот, если я был бы в другой стране, как была бы моя судьба, я не знаю, поэтому, могу сказать спасибо, из-за ралли, могу сказать не спасибо, из-за ралли, я же не знаю, как все было, а в другом месте вдруг было вообще там я бы, не знаю, кем бы я был, сам не понимаю. Супер! Пятерочка! Ну все, а вот так у нас пятерочка, вот так, вот так, да. Кайф, ура! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok